Добрый день! Вы смотрите Итоги дня. С вами Светлана Карпухина. Что произошло в Ульяновской области 13 июня, расскажем далее. Смотрите сегодня выпуски. Возложение цветов, поднятие флага и вручение паспортов. В Ульяновске отметили главный для страны праздник – День России. Лето для бракосочетания. В Ульяновске проходит фестиваль «Свадьба в Обломовке». Все как в армии. В Ульяновске подошли к концу соревнования среди юноармейцев. Методом холодной регенерации. Какие дороги ремонтируют в Ульяновской области. Возложение цветов, поднятие флага и вручение паспортов. В Ульяновске отметили главный для страны праздник – День России. Торжество провели с размахом. Началось все с возложения цветов к памятникам. Героя России Дмитрия Разумовского, государственного деятеля Владимира Ильича Ленина и основателя города Богдана Хитрово. После подгимна России состоялось торжественное поднятие государственного флага. Непобедимость, богатство и величие России основаны на нашем единстве и сплочении. Я от всего сердца благодарю всех жителей Ульяновской области за труд и упорство, за веру и терпение, за более чем достойный вклад в развитие нашей великой и малой Родины. На праздники собрались тысячи горожан и гости из соседних регионов. Немало и участников специальной военной операции. Им в этот день особое внимание, ведь они выполняют самую сложную работу, защищают нашу Родину. Знаю, каково тяжело нашим парням там, которые стоят стеной за наше с вами будущее. Поэтому хочу сказать, что на нас с вами висит большая ответственность здесь. Также в этот день вручили паспорта школьникам, которые добились успехов в образовательной, спортивной, творческой и общественной деятельности. Торжественное вручение прошло в рамках всероссийской акции «Мы граждане России», которую ежегодно проводит Российский союз молодежи и движение первых. Настроение очень хорошее, волнительное. С появлением паспорта появляются и обязанности. Я вообще не ожидала такого момента, но я очень рада, что сюда попала. Получила паспорт. В День России для гостей на сцене выступали творческие и музыкальные коллективы. Кирилл Савосин, Олег Тоньшин, Управда ТВ. В Леновской области состоялся региональный отбор участников юно-армейских военных патриотических сборов Привозского федерального округа гвардеец. Патриотический проект реализуется по инициативе полномочного представителя президента РФПФО Игоря Комарова. Подробности далее. Ульяновские подошли к концу соревнований среди юно-армейцев. В течение четырех дней 60 ребят соревновались в различных дисциплинах. Лучший из них отправится на соревнования в Пензу. Сегодня у нас предмет такой, как РХБЗ. Это одевают они общевойсковой защитный костюм. Это стреляет из пневматической винтовки. Собирает, разбирает автомат Калашникова, снаряжает магазин патронами. И еще одна учебная точка. Это мы бросаем учебную гранату. Ребята замотивированы и готовы показывать результат. Армейская жизнь им по нраву, ведь многие в дальнейшем планируют связать свою жизнь с военным делом. Матвей Калинкин считает, что подобные сборы – хорошее начало для этого. Более готовится для будущего, потому что я хочу поступать в Северанское военное училище вертолетное. И мне это пригодится. Ну, нравится больше армейская жизнь. Тут все по-взрослому. Подъем, отбой. Все так, серьезно. По итогам отборочных сборов отберут 20 лучших ребят. Именно они будут представлять Ульяновскую область на соревнованиях в Пензе. Кирилл Савосин, Сергей Кудаков, Управда ТВ. В Ульяновской области ежегодно вручается губернаторская стипендия в целях поддержки талантливых детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры и искусства. В День России губернатор Алексей Русских вновь поощрил одаренных школьников. О награждении расскажет Кирилл Савосин. За успехи в учебе и творчестве. 10 одаренных школьников Ульяновска отметили губернаторской стипендии за победу в конкурсе «Молодые таланты». С сентября по май 2025 года они будут получать ежемесячно по 5000 рублей. Подобное денежное поощрение поможет ребятам и дальше развивать свои творческие способности и хорошо учиться. Впредь также будем поддерживать, будем делать все для того, чтобы творческая молодежь могла развиваться, могла реализовывать все свои задумки, жизнь. У нас область в этом отношении уникальна, у нас талантов очень много. Выплата была учреждена в 2021 году. Стипендию могут получать школьники от 10 до 16 лет. Алиса Кавашникова учится в детской школе искусств имени Бавакирева на театральном отделении. Девушка хочет стать актрисой и развиваться в этом направлении. «Да, я считаю, что при получении этой стипендии нужно также в дальнейшем развиваться и не останавливаться на достигнутом». Стипендия призвана поддержать творческую молодежь, талантливых школьников, которые проходят обучение в региональных детских школах искусств. Кирилл Савосин, Геннадий Бухтояров, Управда ТВ. Дорожно-строительный сезон в разгаре. Под эгидой национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Ульяновской области ремонтируют 13 объектов. Это дороги и мосты. У села Стимас в Вишкаемском районе вот уже несколько недель работают камазы и асфальтоукладчики. Под обновление попал участок дороги протяженностью 5 километров. По дороге проходит школьный маршрут и лежит путь в соседние населенные пункты Чуфарова и Конобеевку. Дорожные основания восстанавливают методом холодной регенерации. В дальнейшем будет уложено два слоя асфальтобетонного покрытия. На объекте задействовано 12 человек и 8 единиц техники. Работы ведут согласно календарному графику. Метод холодной регенерации или ресайклинга применяют на большинстве участков. В ремонте используют старое асфальтобетонное покрытие. Его измельчают благодаря машинам-ресайклинга. В рецепт прочного и износостойкого покрытия входит также битум или цемент и добавки-стабилизаторы. В Чердоклинском районе участок дороги «Мирный учхоз» почти готов. Подрядчики опережают график. После завершения этих укреплений обочин у нас остается нанесение разметки на дорожное покрытие. Осевая у нас уже есть. Остается краевая осевая. Поставить сигнальные столбики и недостающиеся дорожные стаки. А в Меликесском районе ремонтируют 4 километра дороги у села Тиинск. Участок шириной 7 метров включает мост, где тоже поменяют асфальт. Также будет сделано 3 автопавильона в селе Тиинск. Будет осуществлена планировка обочин, откосов, укрепление обочин асфальта гранулятам. На данный момент ремонтные работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ведутся на 13 объектах протяженностью более 46 километров. В целом, до конца года в регионе должны привести в порядок около 400 километров дорог регионального, муниципального и местного значений. Анна Тищенко, Юрий Ломатов, Улправда, ТВ. В питомнике служебного собаководства УФСИН России по Ульяновской области родилось 6 щенков. В 2024 году это первое пополнение. Каждого малыша будут воспитывать для службы с первых месяцев жизни. Продолжит Юлия Адамова. В племенном питомнике служебного собаководства при ЕК-3 УФСИН России по Ульяновской области у немецкой овчарки по кличке Сакура родились три мальчика и три девочки. Появление на свет пушистых бойцов было долгожданным. Поэтому сотрудники очень рады, что роды прошли удачно. Роды у нас прошли без потерь, очень легко. Это у нас лучшая мамочка. В целом в течение шести часов родились все шесть щенков. Сейчас малыши находятся на карантине, а после двух месяцев приступят к освоению общего курса дрессировки и обучению в специализированном центре. За каждым будущим четвероногим бойцом закреплен сотрудник кинологического подразделения. Сейчас пока мы ведем наблюдение за щенками, в течение 14 дней данные щенки комиссионно обследуются будут и проведется отбор. После проверки на пригодность будущие пушистые бойцы получат имена. Клички служебным собакам дают в алфавитном порядке. Каждому помету на одну букву. В этот раз они будут начинаться на букву С. Обучать каждого будут по определенной специальности. Розыск людей и предметов, задержание, обыск местности и помещений. В настоящий момент всего в питомнике содержится 10 собак. Юлия Адамова, Уллправда ТВ. Именно летом большинство россиян предпочитает регистрировать браки. Также деятели культуры проводят традиционный, уникальный в своем роде фестиваль «Свадьба в Обломовке», который в этом году стал наиболее масштабным и разнообразным. На открытие побывала наша съемочная группа. Всероссийский фестиваль «Свадьба в Обломовке» проводится в седьмой раз. Уникальные обряды и традиции привезли в Ульяновск народные коллективы из разных регионов страны. Рядом с дворцом «Дружба народов» губернаторские развернули выставки и фотозоны. В этом году фестиваль получился наиболее красочным. В несколько дней включили и деловые, и творческие мероприятия. Выступления артистов сменяются модными показами и научными конференциями. Кульминация фестиваля ожидается в выходные дни. 15 числа у нас сам день свадьбы, когда мы расписываем настоящую пару. Это церемония открытая, поэтому любой желающий может прийти посмотреть. После чего молодые у нас попадают в прошлое. У нас организован традиционный пир горной, как он у нас был в Ульяновской области. Мы постарались его воссоздать. Конечно же, это театрализация. Но вот сочетаем современную свадьбу с традиционной свадьбой. Также в программе будут показаны элементы традиционных и современных мальчишников и девичников с играми и конкурсами. Виктория Черкова, Олег Тольшин, Уллправда ТВ. 14 июня в Ульяновской области ожидается небольшой дождь. Температура днем составит плюс 28 градусов. Ветер южный до 8 метров в секунду. Давление 750 миллиметров штутного столба. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням 18.30, 20.30 и 23.00. А также на нашем сайте. До свидания. Вступай в мобилизационный и людской резерв. Заключай контракт с Минобороны России. Государство гарантирует резервисту сохранение рабочего места, ежемесячные выплаты за пребывание в резерве, 12% денежного удовольствия военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, за исключением периода участия в военных сборах. За месяц пребывания на военных сборах ты получишь 100% оклада денежного содержания, соответствующие денежному удовольствию военнослужащего, проходящего военную службу по контракту. По всем вопросам о пребывании в мобилизационном людском резерве обращайся в военкоман. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok